Бывают ситуации в жизни, когда вам нужно рассказать о себе. Это может быть на собеседовании, на уроках английского языка, либо на каком-то мероприятии. Иногда это бывает очень волнительно, особенно если вам нужно это делать на английском языке. Сегодня я хочу подготовить вас к таким ситуациям, чтобы у вас был готовый план с фразами и выражениями на английском языке о себе и о своей жизни. Вы можете их выучить и всегда иметь под рукой. Итак, первое, с чего вы начинайте, это greetings, приветствие. Оно может быть формальным, либо неформальным. То есть в зависимости от того, в какое время суток вы представляетесь, вы можете сказать good morning, good evening or good afternoon. Неформальное приветствие это, например, hi, hey, hello there, hi there. What's up? Далее вам нужно представиться и сказать свое имя. So you say your name. Это может быть I'm, либо I am, например, I'm Igel. I'm Igel. Далее полезное выражение. My name is Edward, but my friends all call me Ed. Например, если у вас есть какое-то сокращенное имя, как вас обычно зовут друзья, можете использовать это выражение. But my friends all call me Ed. Попробуйте. Hi, my name is Edward, but my friends all call me Ed. Дальше давайте поговорим про location, то, откуда вы родом. Это достаточно известное выражение I'm from. Можно сокращенно, либо I am from. И дальше, пожалуйста, посмотрите, как будет ваша страна на английском языке, чтобы вы всегда могли правильно произнести название вашей страны. Например, I'm from Russia. Я из России. I'm from Russia. Также есть выражение I come from. I come from Russia. Or I'm originally from Russia, but now I live in. I come from. I'm originally from. Эти фразы вы можете использовать тогда, когда вы сейчас не находитесь там, где вы родились. Дальше вы можете также рассказать, где вы родились. Также можно добавить, где вы выросли. I was born and raised in Kazan. Если вы хотите сказать, сколько лет вы уже живете в каком-то городе, не забудьте использовать определенное время в английском языке. Например, I've been living in Kazan for seven years. Можно также сказать, I've spent the past few years in... И какой-то город. I've spent the past few years in... Еще раз обращаю ваше внимание, именно сейчас вы можете найти и посмотреть, как будет произноситься ваша страна, название вашей страны на английском языке, выучить это и запомнить. Далее давайте поговорим о том, где вы работаете, о вашей карьере. Positions and career. Здесь важно обратить внимание на предлог. Если вы работаете в какой-то компании, предлог будет at или for, но ни в коем случае не in, это очень частая ошибка. I work at и название компании, либо I work for и название компании. Если вы считаете важным сказать отдел, в котором вы работаете, предлог будет in, например, I work at, in marketing department. Также можно назвать просто позицию и сказать, кем вы работаете в этой компании. В этом случае обязательно обратите внимание на артикль. Например, I am an engineer. I am a doctor. Or I am a designer. I am a graphic designer. Везде обязательно с артиклем. Если вы не хотите вдаваться в подробности и просто хотите отметить сферу, в которой вы работаете, то предлог тоже in. For example, I work in fashion. I work in sales. Or I work in healthcare. Также посмотрите, как будет ваша сфера на английском языке, как будет название вашей специальности в английском языке, и вот вам хорошее время узнать и выучить. Если вы работаете на себя, то можно сказать I am self-employed. Or I work for myself. Если у вас бизнес, вы можете сказать I run my own business. Далее бывает необходимо сказать о вашем образовании. Обычно образование предполагает бакалавриат и магистратура. Это общеизвестный такой стандарт во всем мире. Поэтому вы можете сказать I have a bachelor degree. Это если бакалавриат. Если не хотите конкретизировать, можно просто сказать, например, I am an engineering graduate. То есть вы называете просто специальность, которую вы изучали. I am an engineering graduate. Если вы скоро заканчиваете только университет, либо учебное заведение, можете просто сказать I am about to graduate. То есть вот-вот вы закончите университет. I am about to graduate. Далее расскажите о вашем опыте. Сколько лет вы где-то работали, например. For example, I have ten years of experience in и какую-то сферу. Например, Дальше вы можете рассказать про свое хобби и интересы. Также полезное выражение I am really into something. I am really into something. Когда вы говорите про свой возраст, можно просто I am 25 years old or I am 25. Если не хотите конкретизировать, можно просто сказать I am in my early, mid or late twenties, thirties, forties. I am in my early thirties. For example. Ну и любой скучный рассказ о себе можно разбавить каким-нибудь интересным фактом о себе. Интересный факт это может быть какое-то ваше достижение либо просто то, что отличает вас от других. Иногда во время каких-то планерок или на работе в такой неформальной обстановке просят что-то интересное рассказать о себе. Обычно в зарубежных компаниях такое практикуется и там очень часто говорят Well, tell us a fun fact about yourself. Иногда это может застать врасплох, потому что сходу так сразу не придумаешь, что о себе сказать. Поэтому заранее подумайте, что это может быть. А теперь из всех этих фраз я попробую составить небольшой рассказ о себе. Давайте посмотрим, что у меня получится. I'm Michael from Russia. I was born and raised in Kazan and I've been living here for the past seven years. I'm an English teacher and I have master's degree from Newcastle University. I'm a big fan of Tabata and I speak four languages. Прямо сейчас напишите в комментариях небольшой рассказ о себе, чтобы закрепить услышанное. Так я смогу больше о вас узнать и подправить ваши ошибки. Также я рекомендую прочитать этот комментарий вслух, чтобы вы смогли закрепить этот рассказ устно. На этом у меня все. Это был канал Your English Time и я, Игуль, прощаюсь с вами. До скорых встреч. Take care. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok